И еще одно китайское блюдо с соей. А может быть и сои. Я сначала подумал, что это красная фасоль. Видел такую в супермаркетах, просто не обращал внимания. Но мне объяснили, что это красные соевые бобы. Буду знать. Папа начинает приготовление с выбирания мусора из бобов. Там иногда встречаются палочки, камушки, всякая фигня. Ногти тех, кто до этого выбирал. Как всегда, никакого точного рецепта. Все примерно на глаз. Бобы тщательно перебираются. Моются. Вода сливается несколько раз. И потом они замачиваются. А после этого на долгое время ставятся в пароварку. Готовятся до полного распаривания. Так может Саня дать? Он-то посильнее будет. Или это должны девушки делать? Девушки. Мусора тоже можно. Который сильнее, кто делает. Орешки и сахар еще добавить. Я, может, я. Тесто готовится из рисовой муки с небольшим добавлением пшеничной. Просто мука и вода. Никаких яиц, соли и ничего. Вода и мука. Сои сварили с запасом, чтобы можно было лепешки готовить несколько раз. Так выгоднее. Меньше электричества потратилось. Папа мнет. А бабушка решила отделить часть соевых бобов и положить в холодильник. Да, это холодильник. В деревне для приготовления использовали бы вок. Но семья переехала в город и теперь используют электрический пип и сковородки. Бабушка следит за соблюдением рецептов этих калорий. Тесто скатывается в колобок, потом плющится в лепешку. В него заворачивается начинка из соевых бобов и снова сжимается до лепешки. Точно не умеют. Это отдельно. Юлю дисквалифицировали. Теперь бабушка лепит, папа будет жарить. Жарится, конечно, все на растительном масле. Выжатым из соевых бобов. Везде слоя. Соевое мясо. Ой, сало. Слоя. Хочешь попробовать? Соевое сало. Соевое сало, давай. Мясо же есть соевое. Почему сало не может быть? По моим наблюдениям, самое популярное масло в Китае это соевое. Подсолнечное часто используют. Есть кукурузное, ну и другие. А всякие оливковые, очень дорогие, практически не используются в китайской кухне. Первый блинчик готов. Да. Как они называются по-китайски? Хуан Мин Гюн. В описании есть название. Чтобы не обмануть своих зрителей, еще раз проверю. Да, это красные соевые бобы. Значит, лепешки с красными соевыми бобами. Для тех, кто хочет повторить, лепешки состоят. Начинка это красные соевые бобы, отваренные, потолченные, с добавлением небольшого количества сахара. Тесто это рисовая мука, немного пшеничной муки с водой лепятся, а потом жарятся на соевом масле. Все. Ну, конечно же, так повторить неудачно, потому что здесь есть какая-то магия. Вроде готовят из знакомых продуктов, но потом Юля говорит, ну это не обычная мука, там из клейкого какого-то специального риса. Это не обычные соевые бобы, это красные соевые бобы, они имеют разный вкус и так далее. В общем, просто смотрите, наслаждайтесь, не будем вдаваться в подробности конкретных блюд, их состава и технологии. Хотя, в принципе, самые наблюдательные, наверное, смогут повторить, даже если я не буду говорить, что они там такое добавляют. Мне нравится, как они палочками все умеют передвигать, перемешивать, есть в конце концов. Приятного аппетита. Приятно. Как лепешечка, попробовал уже? Да. Ну и как? Нормально, ты паузуешь и нормально вообще. Непонятно, то ли это сладкое блюдо, а то ли это блин. Блин, блинский. Ну и говорят, когда холодно, нужно есть побольше жирного. Чего вы сюда мясо добавляете, что оно такое вкусное, а? Рассказывай, Юль. Мясо. Мясо. Продолжение следует. Мясо. Продолжение следует...